мне кажется кто-то железной дороге очень схалтурил потому что вот все шпалы вывезены а некоторые оставлены почти все вывезли да вот часть оставили не знаю почему схалтуре и кто-то вот эти разбирает вот эти вот вот этих скидывает чтобы добыть вот эти вот небольшие железки которые вон там вон есть железочка такая он видите вон там есть чтобы добыть на скинуть эту всю хрень то есть надо быть силачом или словом прийти или все сразу и силачом словом прийти вот и все равно увидите жадность какая жадность какая людей углубит просто а вон там тоже про жадность там огород вот люди за них платят по 2000 в год а на них не вырастать на 2000 вот в этом ты прикол тоже тоже про жадность это то же самое примерно но мы еще много где огородов сегодня проедемся так что это не первые огороды но ситуация вам объяснил коротко люди 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 платят за участок там 6 соток 6 10 короче 2 тысячи в год получают ключи тогда возможно там что они что-то будут делать но это тупо же как-то гораздо проще дешевле все это купить в магните блин то что они там выращивают будет короче пять раз дешевле и то же самое при этом это господа старый забор самаровского пруда видите какой концепт тут вокруг вот правда он весь побитый забор но зато много чего намалеваны шо тут к чему фиг его поймешь но дальше там вроде не трогали почти уж некому смотреть а так видите похоже все один художник рисовал скорее всего так и было и совсем недалеко от дороги я увидел дырку в заборе на самаровский пруд в в новом заборе поглядим а спадок если залезем если там народу нет да тут обходит похоже как по мне пруд как пруд вот там только что-то песчаные непонятные сейчас лезем поглядим кто-то плавает здесь пруд как пруд ничего такого не вижу критичного берег очень неприятный поскольку из плит вот там видите какая резко раз бетонный плит просто вот такие вот дела не просто за вас неудобен сам пруд именно не через забора в сам пруд я в таком и сам купаться не стал даже если плавать умел так будем продвигаться дальше к огородам это мы так отвлеклись немножечко там-то настоящие огороды будут впереди сколько там два километра еще ехать наверное как-то так господа не пойти какой situation был вот иду я прям на такой дорожке на вернее 1 велики а мужик по ней бочку катит железную прям перед собой поднимает ее кидает на 2 метра проезжать потом поднимает кидает офигеть вот не знаю зачем она им нужна на металлоломщик но это сумасшествие из-за бочки без дна такое устраивать себе физическую нагрузку уж это ошибка дофига и укатить там как я сказал там километра два точно есть а то и три под этим мелким дорожкам с корнями с такими страшными вот представляете все равно вот до чего жадность то доводит вас вот итак господа с этого боку у нас огорода и не уны они унылые заросшие в общем но все равно собирают деньги то есть все вот эти огороды там главный вход входы закрыты хочешь я должны покупать вот а с той стороны чем эти огороды становятся коттеджами господа именно коттеджами сейчас я отойду короче все переговорю что я сказал а то тут не слышно нифига из этого ветра вот ну я в общем то все показал с одной стороны у нас огороды при том я подходил там ко входу к центральному короче просьба не пользоваться новыми замками написано не все получили ключи ключи это где за деньги покупаются вот так абонентская плата за огород формируется за ключами за 2000 рублей вот все же очень просто там сид замок короче и все короче не открыть без ключа ты туда не проникнешь вот вот так вот сделано по-хитрому мы с другой стороны коттеджи коттеджи обычные такие мы даже туда еще проедемся покажем там стройка идет вовсю в общем то это хорошо дальше не пойду вот в ту сторону мне неинтересно вот так что разворачиваемся и ползем откуда пришли собственно это была наша финальная . вот ну коттеджики вообще классный вот я сейчас там сбоку проедусь еще раз и без комментов вам покажу что там и как но огороды это конечно грустно они все наполовину заросшие здесь во первых а кто еще покупает я не знаю зачем это делает вот просто нет некоторые люди построили на огороде дом и им доложили что через год этих огородов не будет постоянно продлевать на один год вот атаку счета не временные здесь огороды эти так что я не знаю прямо грусть грусть от этих огородов но второе товарищество полностью под коттеджи и вот это хорошо вот просто же я тут не хватает огорода не нужны они того не приносит даже затраченных усилий дохода . чем ряжется целое лето ради того чтобы мы что можем на 600 рублей купить и заплатить за это 2000 это для тех кто что-то по инерции живет у тех все в порядке у тех кто у кого в порядке все с математикой не будут здесь огородами заниматься вот такие вот дела давайте коттеджики поглядим чуть-чуть и все я домой к сожалению не нашел место где их четко видно ну да ладно фиг с ними обычные коттеджи такие типы из кирпича на самом деле из пеноблоков каких-то которые обклеиваются самоклейка под кирпич шпаклюется обклеивается самоклейка под кирпич и нормально вот и тип круто тип как в лучших домах канады вот вроде один из них нет это уже какое-то здание тип котельный вон там эта фигня но они крутые да короче типа крутые меня удивлял кстати один катаешь около дачи там есть короче он самоклейка под кирпич не той стороной приклеил типа кирпичу так рядами положен да и тут резко в одном месте она так вот боком лежит вот все на все соседи ржут надо этим уже несколько лет по моему мне кажется но если делаешь показуху делаю до конца а то как-то непонятно немножко непонятного спада вот а все отушить свет аккумулятор разрядился воспада на такой вот прекрасный рябинь